Золотые стрелы мечты Это программа Патроли и ее ведущая Анастасия Маслова. Здравствуйте. Я, как обычно, следила за криминальными сводками и мне есть, что вам рассказать. Запрещено религиозное объединение в Кызыле. Как действовало и к чему это привело? Более тысячи литров контрафактного спиртного, подробности, масштабные спецоперации. Ну и, конечно, традиционный обзор происшествий. Начнем. В Кызыле сотрудники полиции пресекли незаконную организацию деятельности религиозного объединения. Речь идет о свидетелях Яговых. С 15 марта текущего года деятельность религиозной организации и входящих в ее структуру местных религиозных объединений приостановлена. Также 20 апреля 2017 года решением Верховного суда России прекращена деятельность данной организации. Поэтому работу свидетелей Яговых считается незаконной. Вот такую картину увидели полицейские, когда пришли с проверкой. На первый взгляд нет ничего противозаконного. Но, как выяснили стражи порядка, это вовсе не клуб по интересам. В здании действовало нелегальное религиозное объединение свидетелей Яговы. По словам очевидцев, в организации существовали свои правила. Людей привлекали с улицы, а вот выйти из объединения было не так-то просто. До недавнего времени я как раз ходил к ним. Молитвы проводились по три раза. Меня призвали в армию. Как раз насчет этой ситуации общался со своим наставником. Наставник у нас называется старший брат. Ну, старшие пионеры. Я сказал, что все, собираюсь в армию. Тогда и последовали все санкции в отношении меня. Запретили общаться, с кем я общался в организации, с друзьями, со своими. Запрещали ходить в воскресенье. В воскресенье у нас шли самые большие мероприятия. Ну, это воскресные молебны. Такого рода у нас запреты были. А людям, которые попали в эту секту, прекращение общения, психическое давление. Потому что эта секта, это и была моей семьей. А все, что на улице, как нас учили, это все неверные. О том, что религиозная организация, свидетели Иегова в России не закона, руководители объединения знали, утверждают очевидцы. Но свою работу не прекратили. После проверки информации, которая нашла свое подтверждение, в отношении руководителя данной организации сотрудниками полиции был составлен протокол по части 1 статьи 20.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, организации деятельности религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности. По становлению мирового судей Кызыла, руководителю религиозной организации назначен штраф в размере 1 тысячи рублей. Около полутора тысяч литров виноводочной продукции и спиртосодержащей жидкости изъяли полицейские из незаконного оборота в рамках операции «Алкоголь». Стражи порядка проверили 103 объекта розничной торговой сети, в том числе так называемые адреса, с которых осуществлялась незаконная продажа спиртного. По результатам проведенных проверок в отношении правонарушителей составлено 82 административных протокола. Кроме того, к административной ответственности привлечено 5 индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. На автодорогах республики выявлено и пресечено 3 факта перевозки алкогольной продукции общим объемом 708,5 литров без документов, подтверждающих легальность спиртного, а также без маркировки федеральными специальными марками. В настоящее время оперативными сотрудниками устанавливаются поставщики данной нелегальной продукции, а образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в экспертный криминалистический центр МВД по республике Туван. По результатам проведенного исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. Далее пугающие кадры, которые облетели интернет. В одном из торговых центров Москвы с четвертого этажа упал студент, уроженец республики Туван. Внимание, далее впечатлительных просим на время отойти от экранов. Как сообщал один из центральных телеканалов, молодой человек вышел из кинотеатра, затем подбежал к перилам и прыгнул вниз. От многочисленных травм он скончался. По информации СМИ, молодой человек оставил предсмертную записку, в которой написал, что улетает спасать мир. Попросил кремировать его тело, а прах развеять над священной горой Даге. Всеми любимые по пути следования Тува, Абакан и обратно место перекуса, поселок Танзеби, лишился одной из шашлычных. 13 мая там произошел пожар. Сообщение на поле дежурного поступило в 22.40. Судя по этому фото, пожар был очень сильным. Здание практически полностью было охвачено огнем. Чтобы потушить его пожарным, понадобилось больше часа. О пострадавших не сообщается. Причины сейчас устанавливают эксперты. Ну а хозяин подсчитывает убытки. О происшествиях в других регионах, которые бурно обсуждали пользователи всемирной паутины, расскажу далее в рубрике «Интернет-обзор». В Саратовской области жестокое убийство молодого мужчины попало в объектив видеорегистратора. Внимание, уберите детей от экранов. На видеозаписи видно, как один мужчина нагнал другого на пешеходном переходе. После чего набросился на него и нанес несколько ножевых ударов в голову, шею и толовище. Затем преступник скрылся от полученных ранений. Пострадавший скончался на месте. По информации местных СМИ, погибшему было 26 лет. Он работал продавцом в одном из магазинов бытовой техники, куда и направлялся в то утро. Теперь полицейским предстоит разобраться, кто убил молодого человека и какой у него был мотив. Предположительно, убийство могло произойти на почве ревности. В Красноярске вагон вожата пострадала в горящем трамвае. Свыше 10 человек находилось в салоне Красноярского трамвая, когда тот вспыхнул прямо во время движения. Огонь полностью объял вагон буквально за несколько минут. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке. Пассажиры успели покинуть горящий трамвай, в то время как управлявшая транспортом женщина получила ожоги и была госпитализирована. И еще одно ЧП из Красноярска, связанное с пассажирским транспортом. На проезжую часть со стройки упал кран. Момент падения попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, как конструкция кренится под порывами ветра и приземляется прямо перед автобусом. Пассажиров спасло то, что за несколько секунд до падения водитель автобуса успел остановиться, а владелец встречного автомобиля быстро проскочил под обломками. К счастью, никто не пострадал. Делитесь и вы интересными материалами в нашей группе ВКонтакте ТУВА в объективе. Общественный транспорт в Кызеле – нескончаемая тема для обсуждения. Перегрузы, кражи в часы пика. Тут добавился еще и конфликт водителя маршрутного такси и инспекторов ГИБДД. Напомню, 4 мая был снят с рейса и задержан водитель маршрута 7А. Видеозадержание облетело социальной сети. Мнения пользователей разделились, а вот большинство коллег водителей все-таки встали на его сторону и подняли эту тему на встрече представителей пассажироперевозок с сотрудниками мэрии и ГИБДД. Водителя взяли. Получается, ГИИ сам не остановил. Он метров 50 остановил, как ГИИ увидел. Инспектор прибежал, поймал водителя. Он даже не сопротивлялся, ничего. Его посадили за перегруз. Во-первых, они должны будут доказать его, что он вез перегруз. Взяли его, осудили. Спешки ли вам еще посадили? На три на осуток. По данному делу начальник управления ГИБДД ТУВ Андрей Светышев ответил, что как инспекторы пресекали, нарушения ПДД так и будут пресекать. Но водители все равно будут обязывать ездить, как полагается. Для справки. За неделю сотрудниками госавтоинспекции проверено более 170 маршрутных пассажирских газелей и автобусов. Из них более 80 водителей привлечены к административной ответственности за перегруз. К тому подтверждение совместный рейд трех структур городской администрации, налоговой службы и сотрудников ГИБДД. Они выясняли, кто ездит с нарушением требований безопасности. Профилактическая операция «Маршрутка» в районе Свороток. Первым делом инспекторы ГИБДД проверяли основные документы, которые должны быть у каждого водителя, занимающегося пассажиром-перевозками. Это наличие водительского удостоверения, путевого листа, страхового полиса и свидетельство на право перевозки людей. Водителей, у которых все документы были в порядке, оказалось немало, однако встречались и нарушители, которые были оштрафованы. В основном за перегруз. Операция «Маршрутка» направлена не только на работу с водителями «Газели», но и с пассажирами. В первую очередь на профилактику краж в общественном транспорте. Уважаемые пассажиры у нас участились в количестве катаж, речной клади именно в пассажирском транспорте, особенно в перегруженном часе пик. Каждый день в среднем выводы где-то по 7-10 заявлений таких поступает. В основном телефоны, тортовые, портмонные кошельки воруют. Бывает, что сумку разрезают, пакеты, поэтому будьте, пожалуйста, бдительны. Всегда следите. Сотрудники столичной мэрии проверили, выдают ли пассажирам обязательные проездные билеты, на которых должны быть указаны фамилия, Огрейн, ИНН, индивидуальный предприниматель и номер билета, а также наличие информационных памяток в маршрутках. Туда ходят, сколько лет стоит, и какой индивидуальный предприниматель возит, обслуживает транспортные средства. И памятки проверяем насчет бесхозных вещей и кражи сотовых телефонов. На сегодняшний день в Козеле 298 пассажироперевозчиков, имеющих лицензию на осуществление данной деятельности. Это индивидуальный предприниматель и МУК «Козелгортранс». Контроль сферы лицензирования городского общественного транспорта ведет государственный автодорожный надзор ТУВЫ. С начала 2017 года нами при проведении совместных с ГИБДД рейдовых мероприятий выявлено 17 фактов о члене перевозки пассажиров без лицензии. В прошлом году за этот же период было 13 фактов. Но, естественно, это только малая часть совершенных правонарушений. Как правило, перевозчики сходят с маршрута, когда контролирующие органы выезжают. Но в качестве положительного момента я хочу отметить, что впервые в этом году судом в качестве наказания применено наказание в виде конфискации транспортного средства за повторное учление предпринимательской деятельности без лицензии. Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. Ну что же, это все на сегодня. Программу Патруль ищите также на YouTube-канале Тувинской единой службы информации. А если стали очевидцем чего-то интересного, непременно звоните по телефонам, которые на ваших экранах. Материалы также можно отправлять на электронную почту. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. До свидания. До свидания.